значит в этом году мы как сказать у нас 25-летие как мы вот занимаемся сельскохозяйственной деятельностью то есть 25 лет назад были организованы первые два предприятия уже к этому времени в нашу структуру входил панфиловский элеватор и то есть вот по сути наш агрохолдинг именно был как таком первоначальном этапе был создан первая технологию которую у нас мы начинали применять это было обычно минимальная технология с которой мы работали работали в первое время пока не не купили комплексы бурго 8810 это было 2006 год они в какой-то мере такой революционный был момент тогда когда вот прямой посев у нас вошел в нашу структуру как один из элементов это было в основном посев после подсолнечку как правило в тот период это был ячмень то есть не нужно было никакой обработки подсолнечку брали осенью и весной с лапами зашло 8810 хорошие результаты потом попробовали по другим культурам тот же ячмень там стерневым и как бы обратили внимание что действительно сухой засушливый год состояние посев было лучше затем много пришлось поездить вот и я помню первая у меня поездка была это в аргентину тогда еще с помощью помог фредерик шевине покойный ныне вот затем много мы ездили изучали и в агросоюз в ставропольский край патовский район добровольные ездили в печенокопский район ростовской области и где-то вот после засухи 2010 года у нас пошло уже уже я называю прямой посев потому что здесь много дискуссий на утил прямой посев вот мне больше нравится прямой посев потому что часто вот эти дискуссии там да у вас не на утил там у вас анкер там еще что-то поэтому буду называть прямым посевом значит мы приобрели селки дисковый джон дир и вот с этого момента как-то пошла вот такое уже системное освоение то есть уже поля пошли первые поля которые с 2011 года они пошли по этой технологии ну наверное все таки вот заходу тысяч десятого такая аномальная серьезно засуха на вот таким тоже отправным моментом послужило и основные факторы которые вот нас заставили вот обратиться именно к этой технологии это конечно первое это недостаток влаги и повышение производительности труда затем соответственно еще третий фактор я назову который усилил вот это значение этой технологии это вот как конечно ветровая эрозия который у нас вот на мою бытность я видел три таких серьезных ветровых эрозий когда действительно вот выдувался верхний слой местами где-то до пяти сантиметров у посадок были такие барханы иногда по пояс вот и вот эта технология она показала свое свое преимущество вот этот процесс внедрения у нас длился бился до 7 где-то до семнадцатого года то есть мы не спеша набивали себе шишки ездили изучали опыт и соответственно где-то вот семнадцатом году уже была такая отправная . что все возврата назад нету полностью на сто процентов как как можно будем уже переходим на прямой посев правда 16 17 год это года с такими вот осадками и были такие ситуации что в некоторых хозяйствах мы не не пол не могли отсеяться до конца то есть все проходил у нас в июне в июне там подсолнечник до 20 там давайте дальше горчицу до 25 вот и вот здесь вот кстати выделилась такая культура страховая как горчица которую можно использовать именно как страховой когда мы уже не влазим гитационный период настоящий момент вот наш агрохолдинг состоит из пяти хозяйств это где-то сто семь тысяч гектаров башни вот парк наш укомплектован но сегодня борис викторович показал все селки которые есть там единственное не было только бурго 3710 который у нас имеется там на севере это в агро 6 есть такие еще селки но из всего от этого ассортимента комплексов но последнее время нужно что выделить это то что самая такая популярная эта селка стала бурго 3330 вот сначала у нас была такая теория что анкер нам поможет это на весеннем севе по факту получилось что и анкер нам и хорошо помогает и на севе азим их основные проблемы вот с которыми мы столкнулись и вот какие задачи мы вот видим вот в этой технологии ну первое самое вот это по конечно подбор селки рабочего органа регулировки и выработка критериев качества но этот переходящий период это как раз от выработка критериев качества был подбор селки но это мне кажется вечная тема сколько мы будем жить наверно постоянно будут эти споры какая серлка лучше какая хуже и у кого действительно идет то или это в рамках вот наших пяти хозяйств расположенных в трех районах волградской области этот михаловский новоанинский новониколаевский вот у нас не сложилось вот одинаковая система и вот в каждом хозяйстве есть какая-то особенность это начиная в технологии связано и и сортовой состав у некоторых и и нормы высева то есть все равно существует вот это разная почвенно климатическая зональность и она определяет иногда очень сильно некоторые изменения в технологии затем борьба с сорняками подбор гербицитов тоже это такая тема была сначала очень актуально и и и как бы нужно было побороться с с чистотой ну и сейчас на нашем рынке когда много новых приходит препаратов и в то же время и меняется спектр засоренности потому что если раньше там совершенно этот костер кровельный как-то не представлял никакой то сейчас возимых он представляет достаточно серьезную угрозу и приходится работать достаточно большие объемы пола сам осенью затем соответственно на юге я знаю гелопсис представляет проблему у нас мы сначала вообще как-то о нем слышали только но сейчас уже и у себя увидели в первую очередь с теми семенами которые у нас заходят с ростова это естественно что элита у нас идет в основной у нас сортовой состав это зерноградский и обязательно семенами мы естественно завозим борьба с болезнями тоже такой период был в начале он ну как-то не не очень обращали внимание потом все-таки оказывается и корневые гнили насколько они серьезные соответственно и по другим болезням здесь очень помогла работа с институтом фитопатологии частности он большое спасибо было это утенкову николай иванчу много он здесь к нам в командировке ездил и оказывает конституционные услуги и какой-то мере от эта система защиты она уже сложилась уже и отработана следующий момент оптимизации минерального питания вот начальный период когда мы начинали конечно было сначала надо научиться просто посеять чтобы нормально посеять в стерню вот а все остальные факторы технологии они брали как из классики и удобрения и там и гербицидная и и борьба с болезнями вот а потом соответственно начали вылазить вот эти моменты естественно система питания то то что мы занимаемся вот сейчас в последние последние годы стараемся и как будто отладить ее а вот здесь мы с донским активно работаем центром салабушевым и но определенные уже выходы и понимание как как какая должна быть система питания какой-то мере уже есть следующий фактор подбор эффективных сельскохозяйственных культур и оптимизация структуры ну я не хочу как-то как как скажем как как образец какой-то наш наш опыт и то есть наш опыт он его можно принимать его можно просто ну то что он не безгрешен безусловно есть ошибки и наверное больше всего наверное там как скажем знатоки кто активно работает в прямом посею конечно сразу обратят внимание это по на по нашему всеобороту у нас всеоборот он не не на не отлажены вот с точки зрения теории наутила вот он в какой-то мере является коммерческим вот и здесь вот доля 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 культур некоторых она достаточно варьирует и например если там конечно основная культура у нас это озимая пшеница озимая пшеница но озимая пшеница вот может иногда вот по годам выпадать вот вот мы видим в этом году условия складываются если вот это завсак она пойдет по сценарию двадцатого года то озимых конечно не будет то есть если у нас продолжится и сентябрь такой сухой и октябрь такой сухой то есть количество озимых хорошем состоянии вот конечно будет очень небольшое соответственно придется занимать это все яровыми культурами поэтому в отдельные годы мы будем можем проседать сильно именно виду того что озимая пшеница у нас выпадает вот как было двадцать первом году всего 6300 гектаров это из 107 тысяч гектаров и соответственно занимается другими культурами но хочу сказать что в целом конечно ну как бы в любом случае структура это рабочие результаты она дает до злоупотреблять этим нельзя но зарабатывать тоже на так скажем особенно в наше время когда вот на зерновых мы особо ничего много и не находим по ну вот в этом году хотелось бы отметить так вот примерно более-менее вот как а типичная вот нетипичная количество озимых у нас упала в любом случае она доходила до 50 процентов 45 50 сейчас она где-то в этом году было 30 процентов озимая твердая 20 20 процентов нут максимальное количество мы его в этом году посеяли исходя из возможности все по предшественнику 16 процентов под солнечек 26 лен там в районе пяти процентов ну и там там всякие остаточные культуры сонный так так их назовем вот хотелось обратить внимание ну результатами наша агрохолдинга вот за последние четыре года ну первый момент я здесь их как раз совместно с осадками которые происходили хотел бы соединить вот здесь единственное извиняюсь у нас получилось так что красным цветом этот дефицит осадок получился и цифры практически мало видно вот самый сухой у нас был двадцатый год осадков выпадала вот здесь максимум триста тридцать три миллиметра годовых наименьшее количество этот в этом хозяйстве она у нас самая южная агро 4 это в районе 260 262 миллиметра за год мы в то же время вот я считаю этот год был показателен именно когда вот действительно наутил сработал он показал что вот в таких экстремальных условиях можно достойно урожая получить то есть мы получили 35 озимой пшеницы 18 твердой ну за 14 и рекордную можно сказать на тот момент урожайность 22 центра подсолнечка в зачете это был рекорд даже какой-то мере было удивительно ну понятно что помимо того что годовое количество осадков важно еще когда не проходит вот и естественно что и переходящие запасы там с предыдущего года вот последующие два года это годов которые с избыточным количеством для нашей зоны осадков было вот и урожайность конечно по зерновым первую очередь повысилась 21 год озимая пшеница провалилась это потому что там оставили крохи и вот эта перезимовка вот это двадцатого года экстремального и осенние вот это засуха сказалось но с другой стороны я хотел бы сказать что вот этот год когда у нас озимой практически не было это самый эффективный год вообще в нашей истории но в этом году хотел обратить внимание у нас опять рекорды по я вам повторение практически по яровой пшеницы твердой правда тут все данные представлены бункерном весе вот ну практически повторение рекорда пальну рекорды вот ну рекорд по нуту у нас в этот в этот год состоялся но вот исключительно конечно это вот то что действительно эта технология дает возможность использовать влагу предыдущий накапливать с предыдущих периодов ну и плюсом конечно конечно идеальный июнь наслах сложился то есть у нас в июне и хватало осадков было хорошая погода была не типичная то есть температурный умеренный режим и вот в этом году конечно вот по наливу колос как на зима пшеница так на яра пшеницы это были максимальные вот почти вот по яру до полутора граммов средняя масса колоса доходила по зимы где-то 135 14 ну что касается вот вот этой проблемы подбора севоборота и подбора эффективных культур но вот это тоже очень важная задача и пытаемся с ней справляться и ну достаточно может быть вот в этом году я хотел бы опять обратить внимание удачная у нас ставка на твердую пшеницу и на нут то есть это эти культуры где они 36 процентов все обороты занимают при данной урожайности при данных ценах рыночных они формируют вот максимальную эффективность хотя вот я говорю основные такие вот культуры как пшеница и подсолнечко они просто провалились в этом году в цене поэтому вот эта проблема перечень иметь культур перспективных она конечно существует и мы как-то ну стараемся но она есть может быть не совсем еще достаточно но она есть потому что конечно надо и заниматься еще по северу нашего и области можно заниматься стоя есть опыт положительной и на следующий год мы будем пробовать опять возвращаться к сои и заниматься векой но там есть слабые места в веке это убор как надо решать ее и фото веке чечевица и чечевица тоже очень достойная культура который надо обратить внимание ну что рынок зернобобовых он постоянно периодически если взять вот за любую продолжительность лет то самой эффективной культуры это у нас будет здесь нут потом идет подсолнечко твердой пшеницы и к сожалению то зимой пшеницы которая основная культура и такую хорошую урожайность дает но она настоящими не изведена вот до такой позиции что она чуть больше себестоимости цена у нее эффективность низкая дальше хотел бы отметить такие проблемы которые мы видим на сегодняшний момент ну я бы обратил внимание что в какой-то мере есть проблема в любом случае мы видим ее некоторая проблема это на отдельных полях это уплотнение разуплотнение и про проблема регулирования талых вод на склоновых землях потому что наша технология прямого посева она не решает борьбу с водной эрозией это тоже есть как скажем фактор на который надо обращать внимание и соответственно еще проблема есть это весенняя проблема при обилии вот стерневой массы которые последние годы нам дают наши культуры там в первую очередь зимой пшеница весной просто иногда тяжело если погода с небольшими дождичками как-то такая пасмурности наблюдается именно в оптимальные сроки сделать посев это проблема нос отчасти нам эту проблему решает анкеры потому что дисковые селки здесь вообще как бы не в конкуренции вот но все равно этого мало то есть здесь вот необходимо идти дальше поиск вот пробуем сейчас данный момент начинать закладывать опыт из щеливания полей ну и последний фактор это хотел отметить конечно там ну это цифры цифровизация я так ее называю она относится так внедрение от элементов как бы точного земледелия вот с агроном там у нас и здесь есть такая программа внесение дифференцированное внесение зависимости от плодородия почвы на полях но она сначала показалось вроде бы да надо можно нужно вносить там где низкое плодородие меньше где более плодородие там побольше получше и следующий вопрос а насколько вот это требует закладки много тоже многолетних опытов чтобы правильно понять именно именно на каких полях по группе плодородия именно на плодородных не плодородных то есть градации вот этих разных по плодородию участках выбрать более оптимальные нормы от той принятой средней нормы ну и в заключении хотелось бы опять по эффективности технологии что мы можем сказать по ну по результату вот это наши работы на сегодняшний момент достигли мы результата или не достигли до отчасти где-то наверное не достигли но в целом по эффективности работы сел оборота по эффективности работы наших хозяйств по сравнению с соседями нашими ну вот так первый показатель этот как бы производительность насколько производства продукт на одного механизатора вот если взять значение от до внедрения в 2008 12 и потом от 2018 по 22 5 лет мы берем значит тот производство продукции на 76 процентов увеличилась среднем и производство продукции на 1 гектар среднем увеличилась тоже на 25 процентов это всей продукции которые можно сложить и соответственно интересно здесь вот как мы позиционируемся в относительно наших районов где мы работаем вот здесь мы наш хозяйство сосредоточено в трех районах михайловский новоанинский и новониколаевский вот площадь их не а вот наша площадь и по выходу продукции вот получается что наш гектар он на 49 процентов продуктивнее чем в среднем по этим районам а если мы уберем себя из этих районов потому что в базу районов и наши предприятия вошли если мы их уберем себя оттуда то это будет цифра 82 процента то есть наш гектар дает на 82 процента продукции выше чем вот весь остальной район но я думаю что это как раз и отвечает на вопрос стоит ли эта технология чтобы есть заниматься и или не стоит ну в принципе конечно проблем много вот и соответственно мы благодарны всем тем с кем мы сотрудничаем и те кто мог бы тоже как-то указать на наши недостатки вот потому что в данной технологии конечно постоянный поиск он идет потому что действительно условия меняются условия меняется начиная того что от политики аграрной и она настолько сегодня что просто надо сейчас только нужно пережить да все-таки разумение какое-то наверное должно все-таки там наверхах произойти наверное все таки потому что сегодняшняя политика она но не соответствует агрария и стране она не соответствует с одной стороны а с другой стороны конечно еще впереди много всяких задач вот в частности вот там например вот по тем же вот я говорю у кого-то что-то идет у кого-то не идет почему не идет силу того что просто не можем это сделать или может быть просто действительно не позволяет данная почвенно-климатическая зона со всем этим надо разбираться здесь опытническая работа она очень важно потому что если мы сами не будем проверять что получается что не получается не делится с этим друг с другом то конечно продвигаться мы дальше не сможем спасибо за внимание ну дело в том что как бы исходя из ну стараемся знать информацию на мировых рынках вот и реализация вот в прошлого сезона она показывала что по зернобобу намечается дефицит вот и соответственно ну тем более что видите зерном у нас очень плохо все очень плохо потому что зато затаривание такое урожай потом еще большое количество продукции просто скрывается мы не знаем статистики правильно вот ну даже та статистика показывает что переходящие запасы и что что опять этот урожай конечно я не ожидал что у нас опять такой вот будет рекордный урожай потому что отмечает что он где-то под 150 мили миллионов тонн будет с учетом новых регионов от которой кстати статистику почему-то их не не включают вот и соответственно это все будет давить на рынок я даже вот мы вот все стараемся обращаемся там и пишем некоторые обращения по поводу отменить экспортную пошлину а вот что показала помните изменилась цена отсечения вот в июне на 2 рубля отчет цена закупки как-то отреагировал это да никак там на 300 на 400 рублей и сейчас эти экспортную пошлину уберут под по сути ничего не изменится потому что у нас переизбыток у нас рынок он задыхается а какие-то меры регулирования государственная от них государство отказалось нам единственная была мера интервьюционный фонд ну на таких объемах конечно там они они даже и не смогут это и это осуществить с другой стороны ну эта тема лучше них они не говорили что-то и